Привет, друзья! Сегодня полезные советы и хитрости. Поехали! Делая мелкий ремонт, и если есть необходимость впаять тройник в полипропилен, то, чтобы это было качественно, надо сначала удалить всю воду внутри трубы. Самый простой, но долгий способ – это взять десяток салфеток и попытаться впитать всю воду в них. Повторяя такие действия, через пару-тройку раз вы получите более-менее результат. Но вот вам отличный совет, как это сделать максимально быстро. Используйте распылитель с трубочкой. Вставляем ее вовнутрь полипропиленовых труб и за 5 секунд удаляем всю воду. Сантехники оценят такой способ на 100%. А если знаете еще проще, как это можно сделать, то обязательно пишите в комментах. Наводя марафет в мастерской и разложив все по полкам, как оказалось, у меня много в запасе шпилек разного диаметра. Чтобы собрать их в одном месте, я буду использовать ПВХ-трубу диаметром 110 мм. Делая пару отверстий ступенчатым сверлом, я их прикручиваю к стене. Таким образом, теперь всегда буду знать, сколько шпилек и в каком количестве. Да и искать стало проще. А то раньше по всем углам распихаешь и не найти. Собирая мебель своими руками и работая с ламинированным ДСП, я нашел оптимальный вариант, как быстро сделать пил практически без сколов. Сделав разметку, беру в руки канцелярский нож, прикладываю упор и провожу пару раз с небольшим усилием. Таким образом, мы заранее прорезаем ламинированную поверхность и уже делая распил пилой и немного шлифану в край, получаем достойный результат. Такие советы, друзья, всегда пригодятся в домашнем хозяйстве. А если вы домашний мастер, хотите заниматься любимым делом, так еще на этом зарабатывать, то смело рекомендую приложение профи для специалистов, в котором можно удобно и быстро находить себе клиентов. Скачиваем на iOS или Android. Регистрация за пару минут и можно сразу выбирать заказы, которые подходят именно вам. Работайте на себя и в свободном графике и зарабатывайте на том, что умеете. Заказы можно подыскивать прямо рядом с домом, а заполнив страницу специалиста на профи, клиент будет знать, что вы умеете и как выполняете работу. Это как сайт-визитка. Здесь можно разместить примеры работ, рассказать о себе и о своих услугах, собирать отзывы с клиентов и публиковать расценки. Просматривайте заказы в собственной ленте и берите только те, что подходят именно вам. И зарабатывайте, занимаясь любимым делом. Более подробно можете узнать по ссылке в описании. Работая с проводами и если есть потребность закрепить или добавить крепеж на деревянное основание, то тут поможет пластиковые стяжки и обычный степлер. Стреляем степлером по отметкам и затягиваем стяжку. И лишний хвост срезаем канцелярским ножом. И все держится просто отлично. Скобы я использую в 12 мм. Рабочая хитрость берите на вооружение. Делая фартук в своем доме, я столкнулся с проблемой, как высверлить отверстие для подрозетников сразу в 4 плитках керамогранита. И попытка у меня была одна, так как количество плиток было в притирку. И я нашел решение. В такой работе отлично выручит малярная лента. Для примера я кинул на стол пару плиток, установил крестики для зазора. И чтобы спокойно засверлить отверстие в центре сразу в двух плитках, малярной лентой я стягиваю их вместе. Саму ленту наклеиваю с натяжкой, таким образом, чтобы плитка сидела плотно. Вот вам пример. Даже крестики уже не вытащить и можно за них поднять плитку. Так что берите на вооружение такой способ. В жизни точно пригодится. Субтитры сделал DimaTorzok А вы знали, что колпачкам от герметика тоже можно найти применение? Например, одев на короткий карандаш. Таким образом, мы карандаш удлиняем и работать станет легче. А также, этот колпачок можно одеть на острый край карандаша. И при перевозке инструмента, в сумке, например, карандаши не обломятся. И достав из сумки, сразу можно начинать работать. Вот вам интересная задача. Как просверлить отверстие в маленькой трубочке? Ведь, начиная сверлить, сверло убегает. Чтобы получить результат, возьмем кусочек бруска. Далее, замерим диаметр трубки. У меня вот такой интересный штангенциркуль-ручка. Можно, кстати, сразу замерить и записать. Ссылку на него оставлю в описании, друзья. Брал на Али. Всем советую, тем более сейчас скоро распродажа. Грядут большие скидки, поэтому забивайте себе корзину. Угодными товарами. Замерив диаметр, берем сверло. Вставляем в патрон и делаем отверстие в бруске. Далее, сверлом диаметром, которого равен будущему отверстию в трубке, сверлим вертикально. И наша приспособа готова. Теперь вставляем трубку. И спокойно в ней сверлим отверстие. Субтитры делал DimaTorzok оборванная автомобильная стяжка для груза. И сейчас покажу вам, как ее можно применить в домашней мастерской. На стене с помощью уровня начертил ровную линию. И теперь на саморезы закрепляю стяжку с небольшим шагом. Таким образом у нас будет органайзер для разных отверток и напильников. Всегда под рукой и на виду. Пишите комменты, друзья, как вам такие идеи. Поставьте лайк, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал. И обязательно ударьте в колокол, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok